Всем привет! Сегодня у меня в обзоре автоматическое зарядное устройство от фирмы Forte Charges. Модель данного устройства CA-6B. Данное устройство имеет гарантию 12 месяцев. Также имеет возможность заражать аккумуляторы автомобильные, мотоциклетные и тому подобных устройств, начиная от 6 В до 12 В. Ток заряда при этом у нас достигает 6 А. Также данное зарядное устройство имеет компактный удар в прочный корпус, светодиодную индикацию уровня заряда аккумуляторных батарей. Заряжает, кстати, он свинцово-кислотные аккумуляторы. Функция бесперебойной подзарядки подключена в состояние. Функция защиты от неправильного подключения самих щупов аккумулятора. Функция защиты от короткого замыкания на входящей цепи. Функция защиты от перегрузки. Функция защиты от перегрева самого устройства или аккумулятора. Данное устройство изготовлено в Китае. Вот такая вот дата изготовления 2014 год. Сохранять данное устройство нужно от минус 10 до плюс 50 градусов Цельсия. Не механически не повреждать, не вызывать разные кислотные устройства для того, чтобы сберечь данную гарантию данного устройства. Заряжать я буду данным устройством аккумулятор от фирмы Ford. Вышло так, что поехал на отдых и при этом забыл выключить радио. И за ночь мой аккумулятор потух. Данный аккумулятор Silver Calcium у нас идет 43 Ач. 12 Вольт. Есть датчик поплавок у нас индикации заряда. Если поплавок у нас вплывает зелененьким, светится, тогда у нас уровень плотности повышается. И при этом емкость аккумулятора остается выше. Есть вот у нас все предусторожения, чтобы не повреждать, выливать, бросать, детей не допускать. Большой вот такой плюс, минус. Коннектор, удобная ручка. Есть защитный колпачок, вот такой идет. Это еще аккумулятор вместе в комплекте с автомобилем. Ford Fusion 2011 года. Также у нас есть маркеровка данного аккумулятора. Такая интересная маркеровка. Не могу разобрать, какого года данный аккумулятор. Может кто-то может разобраться и в комментариях написать конкретно, сколько ему уже лет. Или это его родной, либо это какой-то другой. Потому что я не первый хозяин автомобиля, уже второй. Есть у нас данный аккумулятор у нас не обслуживанный. Есть у нас пробочка. У нас с одной стороны закрытая вентиляция, с другой стороны открытая. Так, вот такая у нас идет. Не выбрасывать мусорный контейнер. Для того, чтобы нам зарядить данное устройство, нам нужно при этом подготовить рабочее помещение. Хорошо проветриваемое. Можете использовать, если у вас, например, не будете использовать данное зарядное устройство, а более древние, и перчатки. также проверим у нас напряжение в данном аккумуляторе с помощью мультиметра. Маленького, то, что у меня есть на обзоре на канале ДТ-182. Сейчас я вам распакую, покажу, как он вообще выглядит. Вот такая у нас упаковочка красочная. Вот какие у нас темы он может заряжать разных аккумуляторов. Идет у нас гарантийный талон из эксплуатации. Кстати, инструкции из эксплуатации идет сразу на два разных зарядных устройства. CA4B и CA6B. То есть у нас идет ток заряда 4 А и ток заряда у нас 6 А. В данном случае это у нас 6 А. Выключается немного. Тут индикация идет намного больше диодов для конкретно узнать, насколько больше будет заряд аккумулятора. Здесь у нас всего лишь два диода. То есть заряд, то есть включение зарядки и сам заряд показывается индикацией. Так. Еще у нас, что он может заряжать данные устройства. есть характеристики свинцово-кислотные аккумуляторы у нас. Так. 12 В. Номинальный ток напряжения. Номинальный ток идет 2,8 В. Это в 4 В. В данном устройстве 3,6 В. 3,52 В. Максимальный ток заряда 4 А. 4 В. 6 А. 6 В. Емкость аккумуляторов. Если у вас малогабаритные транспортные средства типа мопед, мотоцикл, вам в принципе можете использовать СА-4В. Он немного дешевле. При этом он может заряжать аккумуляторы емкостью от 10 до 60 А. Ампер час. Так. А данные устройства в нашем случае заряжают от 20 до 80 А. Час уже для более больших транспортных средств. Есть также модель СА-8В. Которая уже еще больше дает. Больше аккумуляторы заряжает. Также видно сколько ватт использует данное устройство. СА-4В у нас 51 Ватт час. Выходит АЦА-6Б 64 Ватта. А еще больше устройства 110 Ватт. Не так уж и много. В принципе. Так. Рассмотрим само устройство. Распаковываем его. Распаковываем в такое же устройство. Вот. Неплохой такое качественное устройство. Пластик. Неплохой такой. Заметим длина длина кабеля питания самого устройства у нас где-то тут есть у нас до Евро ВЛК 1,7 метра а самих клемм 1,4 метра. То есть в сумме где-то мы имеем приблизительно 3 метра на длину заряда. То есть если у вас аккумулятор где-то стоит в автомобиле его в принципе можно зарядить но при этом нужно снять клеммы перед зарядкой самоавтомобильной вы можете ее не вытаскивать а уже в принципе самим устройством заряжать при этом можно даже не использовать переноску удлинителя. сейчас мы для того чтобы нам запустить это все зарядка нам нужно для начала нам нужно поставить аккумулятор в проветриваемом помещении развернем аккумулятор чтобы удобнее было клеммы подключать дальше выставим необходимое напряжение в данном случае у нас 12 вольт переключатель в режим 12 вольт вот так есть режим 6 вольт вот берем 12 вольт вот необходимая индикация если у нас аккумулятор полностью разряжен у нас горят все диоды по мере зарядки у нас тухнут диоды постепенно то есть уже если стухнет третий это означает по 50% заряда дальше 75% заряда аккумулятора 100% заряда последний диод не тухнет это означает что аккумулятор полностью заряжен так дальше у нас подключаем клеммы не путаем местами плюс-минус хотя есть защита при этом самому зарядному устройстве плюс-минус у нас идет черный красный а черный минус так дальше что у нас еще так здесь у нас тут есть инструкция как и что делать подключать процесс работы со мной подключаем схема кстати простая данного зарядного устройства диодного динусу моста и какие-то защиты есть в принципе я думаю предохранитель и особо я думаю там такого много ничего и нет простая очень схема даже делает самодельные устройства 20 вольт находит трансформатор и вот включатель ага этот какой-то температурный датчик еще тут даже есть вот какая-то защита дальше на диодный мост предохранитель амперметр и вот клеммы которые подключаются к самому аккумулятору простая как бы схема но я думаю она там более интересная внутри разбирать не будем в принципе я думаю что будет так мы подключили данные зарядные устройства сейчас мы включим резетку 220 вольт отключаем у нас дальше у нас загорается вот такие диоды которые я рассказывал вот по мере видно что аккумулятор практически разряжен в процессе возможно будут заживаться равные то есть последние диоды это означает что аккумулятор в принципе пошел заряд начинает моргать это означает что пошла зарядка аккумулятора в процессе по инструкции нам рассказывает что данное зарядное устройство должно заряжать аккумуляторы которые идут у нас в данном 2480 ампер час в течение трех часов проверим это все дело сейчас у нас время посмотрим сколько у нас времени сейчас 18 часов 18 минут когда зарядится данный аккумулятор я продолжу данное видео так пришло приблизительно где-то 13 часов времени заряжен зарядное устройство заряжало наш аккумулятор самое интересное то что датчик поплавок зеленый пока не всплыл скорее всего это проблема уже самого аккумулятора так как ему если верно говорить ему уже приблизительно где-то 6 лет у нас диоды горят уже только максимальный заряд заметил такую штуку что приблизительно где-то полтора часа назад он зарядил полностью аккумулятор и решил я еще на часок полтора оставить посмотреть как изменится ситуация буквально через час загорелся еще раз диод сто процентов потом через несколько минут слегка загорелся семьдесят пять и потом буквально через минут пятнадцать двадцать максимальный уровень заряда слышен немного звук как будто в аккумуляторе идет какое-то кипение так что в процессе максимальной зарядки скорее всего что аккумулятор еще заряжается считав то что приблизительную инструкции написано что данное зарядное устройство за четыре часа должен заряжать аккумулятор скорее всего это за четыре часа минимальный ампер час у нас где-то двадцати двадцать ампер час приблизительно где-то в районе четырех часов он должен по идее зарядить так как у нас аккумулятор 43 ампер час это где-то приблизительно семь часов но скорее всего из-за того что ток заряда у нас может меняться процессе заряда от 352 ампера до 6 ампер в зависимости как-то зарядное устройство само там меняет ток заряда скорее всего специально проверяет своим электронным амперметром насколько аккумулятор заряжен или полностью разряжен так замеряем напряжение которое сейчас он меряется отметим что аккумулятор стоял целую ночь на балконе я уже его забрал обратно меряем напряжение которое еще заряжается 1593 у нас еще идет заряд 1992 1593 идет заряд аккумулятора что мы делаем это уже аккумулятор данный зарядился сейчас мы отключаем резетку сначала то есть обратно в пути обратно отключаем зарядное устройство тогда снимаем уже клеммы можем замерить реальный зарах напряжение которое в самом аккумуляторе заряда плюс на плюс минус на минус это у нас 14 4 вольт это уже лучше чем 12 вольт как изначально показано вот туда-сюда бегает немного падает но это все зависит от того что аккумулятор немного уже старенький посмотрим как он будет себя вести на машине должен по идее завести хотя вот этот полуточек мне уже не нравится наполнивший аккумулятор у нас необслужимый то есть вот эта крышка у нас идет запаянная ее отрывать нельзя видел интернете что сверлят дюры доливает электролит либо дистиллированную воду то есть какая там плотность электролита сервисные центры на территории Украины пробежусь если кого-то что-то заинтересует информация пишите комментарии так аккумулятор стоял на балконе еще три дня после зарядки не подключал его на автомобиль а сейчас я померю напряжение смотрим сколько у нас 1292 93 94 в принципе неплохое напряжение для того чтобы будем пробовать заводить автомобиль так как видим иммобилайзер заработал сейчас пробуем провернуть ключ положение первое пошло все индикаторы загорелись заводим практически с полу оборота завелся кстати у кого форд снимает клемму но не толка форд 6000 сиди и и как нужно вводить код вводим код сначала первой клавиши потом это у нас идет четырехзначный код который идет в паспорте сначала первый вводим это первая цифра нажимаем второй вводим третий вводим четвертый вводим и пятый просто подтверждаем в принципе машина завелась это хорошо прогреется немного надеюсь с аккумулятором будет все дальше нормально так еще после пяти минут работы автомобиля в заведенном состоянии с работой кондиционера на полную мощность вентилятора немного радио включено было сейчас двери открытия полностью автомобиля напряжение показывает 12,45 вольт немного понизировалось но в принципе это допустимо надеюсь что аккумулятор будет работать еще хотя бы до зимы заметим что данное зарядное устройство имеет хорошую вентиляцию вентиляционные отверстия снизу сверху при этом в процессе заряда немного нагревался но если вы будете заряжать на улице или прохладном помещении это сильно не скажется в нагреве немного от трансформатора идет тепло в принципе считаю что это неплохой вариант за свои деньги все всем спасибо за просмотр ставим лайк и подписываемся на канал до сих пор Продолжение следует...